Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Тего, в котором могут выполнить обетницы Старого Testamentу. И цитую Ксюгу пророка Израиля. В этот способ вписывает себя как бы в нурт пророкский Старого Testamentу, хоть он как-найбартий богатером выл. Он не только в Старом Тестаменте, но как бы вписывает себя в нурт оценивания библийного Израиля. И в этом смысле можно Симеона назвать пророком еще часу Старого Testamentу. Его отец и матка удивили себя тем, что о нем говорили. Симеон заши благословил их. Пророк не является такой статей, которая выполняет свою миссию механически, как медиум. Но кто-то, кто-то на столько связан в свой способ жизни с Богом, остается в натоле сильном связи с Богом, что стает себя Божим нарзанием. Студ такой акцент, положенный на то, что постепование, постала moralна, religийна, в том, что Симеона, как и Анны, были несказительны. Презставили Симеон и Анна как пророки, а также как те виды, и как те, кто-то кислятся с другим взглядом в Божую Речивость, в которой Бог объявляет вещи для других недоступных, которые становятся своего рода пощердниками и иным говорят, какой есть Божий замысл, в том, что в конкретной ситуации, или в том случае, в том, что в конкретной особы, что-то из-за того, что они принялись к родителям в Божую Речивость. Факт, что те постаки, которые как-найбардзе связаны с религией библийного Израела, связаны с религией библийной Речивостью, которая была центром культу библийного Израела, сразу узнают в Езусе того, на которого ожидали. Узнают в Езусе Месиаса. Мимо, что это постаки еще как бы старого порядка, еще постаки старого права. Поэтому, может быть, называемые пророками Старого Тестаменту. Но узнают в Езусе, хотя он еще был ребенком, еще ничего не доконаил, еще не научил, еще не доконывал чудов, узнают в Езусе того, что ожидали в Старом Тестаменке Месиаса. И это вызывает эту сцену оферования в святыни такую выженную сцену о значении теологичным. В том, что Симеон говорит о Езусе, и в том, что Анна говорит о Езусе, прежде всего на первый план выходят типовые для Израела оценивания, что ото приходит тем, который вызволи Израела с рэнки поган. Анна звиастует радость тем, которые ждут на вызволение Езоолимы. Тен термин вызволения Езоолимы ближший есть к тому выражению повстания против Кожымянам неизволения от грехов, с которым мы сегодня мы сегодня мы видим збавение. Святыня была в центре религии жидовской вовчас, также в часах, когда уродился Пан Езус. Она позже будет сборжена в 70. р. по Христу и джедаизм будет приобрать новую форму. Будет на ново окреслить свою тожсамость. Но за ним святыня упадет, то происходят те события, о которых читаем в Евангелии Укаса. И это занесение первого уродного в родине было традицией, было pewnым жидовским который выполнен есть через Йозефа и Марии. Это снова элемент властный выступающий в Укасовой Евангелии Дзекињства. И вяжет он еще с шерстым загаднением с связком, в каком Езус остается за святыня жерозолимская. У святого Яна, этот взвязок реализует в оповиадании о его publicной миси, в повротах Езуса до святыни. Езус а если виси, в Укаса, который остается верный вселенным трех синоптикам схематами оповиадания, если этот взвязок миси, 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 и Юзефа. Была там также пророкиньи Анна. Личила уже 84. Рок жизни. Не рассталася за святыня, служивши Богу в постах и молитвах днем и ночью. Приседуши в этой właśnie chwili, славила Бога и говорила о Ним всем, которые оценивали вызвольнение в Ероцелиме. Если chodzi о вымиарь литератский, таких безпосредних навязаний, то не есть много, хоть сам текст библийный czasами был парафразованный, разбудованный, был очень знаным текстом XX-вечной поези. Есть такой вирс Т.С. Эллиота «Сонг for Симеон», который именно стал опубликованным в таком циклу вирсов Эллиота с конца лет 20-х. Это был такой цикл божонародженовый. Эллиот через несколько лет писал такие вирсы, которые были оповещенными очень часто в Новом Тестамене, в Евангелии. Из этого одного издания, которое там есть о Марии, что «присылил ее меч», он показывает эту посточь Симеона, который видит все. Это не только драмат с Езусом, драмат с Симеоном Месиаса, но также драмат с Рыдами, то есть, что вся эта история будет их очень много стоить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова